Экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин присоединяется к нашему эфиру. Михаил Иванович, приветствуем вас. Добрый день. Михаил Иванович, дело в том, что все понимают, что Россия не просто так прибегла к энергетическому шантажу. Она поставила перед собой, или власти кремлевские поставили перед собой определенные цели, для достижения которых был использован энергетический шантаж. Так вот, какие из поставленных Кремлем перед собой целей России удалось достичь? Или, возможно, какие цели могут быть достигнуты в ближайшее время? Ну, во-первых, надо учесть, что шантаж начался не сейчас. Мы уже видели случаи шантажа, начиная с 2005 года, когда и отключали газ в Европу, идущий сначала через Беларусь, потом через Украину и так далее, и так далее. Пика это все достигло прошлой зимой, когда «Газпром» просто отказался заполнять свою долю подземных хранилищ в Европе, отказался торговать газом на электронных площадках, прекратил спотовые контракты, стал ставить на профилактику свои трубопроводы и вызвал довольно серьезный ценовой кризис и некоторый даже дефицит в снабжении в Европе. Тогда стало понятно, что на этом Москва не остановится, и с началом войны «Газпром» и «Газпромовские» поставки в Европу, они полностью превратились в политическое оружие. Но вот если учесть довольно длительный период, а не только период войны, то можно видеть, что Москва преследовала сразу несколько целей. Это будет как будто матрешка в матрешке. Самая, на мой взгляд, незначительная цель была вынудить Европу согласиться с газопроводом «Северный поток-2». И таким образом заменить полностью транзит газа через Украину и пустить весь газ по «Северному потоку-2», вот тот, который идет через Украину. И это такая была цель маленькая. Вторая была цель – наказать Украину за то, что она не идет по российскому курсу, и лишить ее доходов, это, во-первых, от транзита российского газа, а во-вторых, сделать ее вообще присутствие в энергоинфраструктуре Европы, ну, фактически ненужным без российского транзита, то есть как-то снизить значение Украины для общей европейской энергетики. Но это тоже, это какая-то средняя была цель. Затем была, естественно, цель более долгосрочная – это заставить Европу померзнуть для того, чтобы там поняли, что слишком быстро переходить на зеленую энергетику, отказываться от ископаемых энергоносителей, тем более от российских, Европа себе позволить якобы не может. И для этого нужно налаживать отношения с Россией, которая будет и впредь поставлять Европу природный газ, нефть, нефтепродукты, уголь и так далее, и так далее. А с началом войны возникла еще одна цель, уже теперь военная цель – это, естественно, попытаться таким шантажом заставить европейцев снять санкции с России. Там уже откровенно стали говорить российские официальные лица, вот если снимете с нас санкции, мы тогда пустим, будет у вас газ, мы пустим для вас газ. Ну, так вот, все цели, абсолютно вот все перечисленные цели, они достигнуты не были. И в Европу она повела себя для России непредсказуемым образом. Наоборот, во-первых, увеличилась солидарность, ну, как бы окрепла солидарность стран Европы, которые стали принимать общие программы, стали строить трубопроводы через границы членов Евросоюза, стали обмениваться газом, цель поставить на колени Европу и заставить отказаться от зеленой энергетики, как перспективы, тоже провалилась. Мы видим, что сейчас из-за того, что Россия прибегает к поставкам газа, как к оружию, в Европе, наоборот, ну, чрезвычайно никто не мог поверить, что так ускорятся программы перехода к зеленой энергетике. Это ветер, солнце, это водород, это строительство в Европе, ну, целой сети водородной инфраструктуры. То есть все то, о чем даже, ну, через год тому назад, об этом даже и мечтать не могли те, кто ратовал за избавление России от углеродной энергетики и, ну, откладывал наступление этого водородного и возобновляемого энергетического будущего на 5-10, а то и на 20 лет вперед. Нет, все пошло гораздо быстрее. Так что по любому счету российские планы, они здесь провалились, цели не достигнут. Михаил Иванович, давайте какой-то промежуточный итог вот этой борьбы и шантажа Кремля по отношению к Европе проведем. Ведь все-таки российская пропаганда сейчас столько тем и занимается, что, говоришь, Европа замерзнет, вот вы сейчас вот доигрались уже со своими санкциями. Европа будет действительно в холодах или для нее просто будет стоить немного дороже, то, что стоило раньше немного дешевле, учитывая кремлевский шантаж. И самое главное, вот такой вопрос поставлю, а когда они смогут выровнять цены, если они все-таки откажутся от российских энергоресурсов и действительно займутся своей энергетической безопасностью? Когда вернется все вот на предыдущий уровень? Ну, я вижу сразу три вопроса. Первый вопрос по поводу российской пропаганды. Ну, я даже наблюдаю такое замечательное явление, как эмиграция российских энергетических пропагандистов за границу. Ну, вроде все, человек, я не буду называть по фамилии, бросил свою должность в госпромской структуре, известный хороший аналитик, переехал в Америку. И чем он занимается? Он публикует аналитические статьи, красивые, с большим знанием дела. Но смысл статьи – это вот как-то замаскировать то, чем санкции обернутся для российской экономики, для российского обывателя и выпитить на первый план якобы вот такие негативные последствия этих санкций для Европы, для Соединенных Штатов Америки. Ну, пропаганда фактически идет. Видимо, иногда смешно получается, но, тем не менее, солидные издания публикуют и такие статьи, засланные казачки такие вот работают. Второе – это, ну… Промежуточный итог. Да, вот все-таки Кремлю удался его шантаж или нет? Или Европа просто будет несколько дороже платить этой зимой по очевидным причинам? И все. Да, здесь уже дело не в шантаже. То, что придется дороже платить, это, ну, совершенно точно, потому что началось это даже не сейчас, а началось вот с прошлой зимы, когда произошел так называемый газовый кризис. Началось-то ведь с чего? Повысились цены на газ в Азии. Ну, по совершенно объективным рыночным причинам, погодным причинам, политическим. Там были разные причины. И в результате повышения цены в Европе сложилось впечатление, что где-то 17% газа, который планировалось зимой потреблять, может не хватить из-за того, что весь сжижный природный газ пошел в Азию. И в Европе стали повышать цены для того, чтобы этот газ переманить. И вот это соревнование, оно продолжилось довольно долго. И мы видели, ну, пик этого соревнования где-то этой вот весной этого года, когда цены взлетели очень и очень и очень, перекрыли все азиатские чуть ли не в два раза. Ну, в принципе, даже больше, чем в два раза в периоде это все было. И да, Европе придется и дальше платить за газ дороже, чем сейчас платит Азия для того, чтобы торговцы с жижным газом направляли свои суда-газовозы именно к европейским терминалам, а не к азиатским. Это объективная реальность. Но мы видим те меры, которые принимают правительства, энергетические компании в Европе, они позволяют как-то смикшировать последствия высоких цен. Во-первых, субсидированием для домохозяйств, для промышленности. Почти 300 миллиардов евро уже выделено на эти субсидии и будут выделяться, я думаю, еще больше. По крайней мере, мы видим такие планы. Да, это будет дороже. Да, придется экономить. Да, уже и промышленность, отдельные отрасли промышленности со скрипом, но переходят на режим экономии. Где-то сокращают производство, где-то сокращают потребление природного газа. Например, в августе, когда мы посмотрим по сравнению с четырехгодичным средним объемом потребления газа в Европе, на 20% сократилось. это потребление. И постепенно Европа приходит к такому выводу, что да, да, мы потерпим. Мы потерпим, но на колени перед шантажистами не встанем. Капитулировать мы перед Россией, перед военными преступниками мы не будем. Иначе получится еще хуже. Михаил Иванович, скажите, пожалуйста, а как на России этот шантаж отразился? Цитируя Путина... В России... Как там, обзываешь на меня, переводишь на себя? Или какие еще можно цитаты приписать этому тирану? Ну, ну, Путин человек, ну, во-первых, не очень компетентный, как вот много раз уже удалось мне доказать в вопросах нефтегаза, такие ляпы себе позволяют высказывания. А во-вторых, ну, мы видим совершенно точно, что Путину приносит отчеты о том, что происходит в российской энергетике, совершенно отстал и от действительности. На недавнем Восточном экономическом форуме вице-премьер Александр Новак сказал, ну, совершенно правдивую вещь, сказал, что добыча у «Газпрома» падает. Она же действительно упала на 18% с начала года. На что Путин перебил его и сказал, вы нас тут не пугайте, на самом деле добыча у «Газпрома» увеличивается. Но он соврал. То есть вот это совершенно не имеет никакого... Дальше, если посмотреть на то, как работает «Газпром», вот это вот падение добычи, оно ускоряется. Если взять в масштабах год к году, вот август, то добыча упала, ну, где-то всего, может быть, на 16%, если год к году брать. А если брать месяц к месяцу, то мы увидим, что вот с июля по август сократилось на 38%. Вот это вот все больше и больше процент, когда от месяца к месяцу падение становится все круче, круче и круче. Потому что «Газпром» сам просто прекращает поставки в Европу. А то, что Путин там заявляет, что мы теперь в Азию начнем поставлять. Вице-премьер Александр Новак описывает совершенно фантастические проекты. Давайте газ поставлять, говорит он, в Пакистан через Среднюю Азию. Ну да, сейчас вот Туркменистан, который все пытается уже который год, который десятилетие построить газопровод в Пакистан со своих газовых промыслов, он сейчас Россию пустит и через свою территорию пустит российский газ в Пакистан. Опять же глупость получается. Или, например, тот же Новак заявляет, ой, вот у нас есть такой выход из положения для нашего экспорта газа. Мы в Пакистане построим трубу от Карачи на северную глубь Пакистана. Хорошо, «Газпром» вроде бы согласился помочь пакистанцам построить эту трубу, а российский газ-то тут при чем? Ну да, в районе Карачи, в Индийском океане будут принимать танкеры со сжиженным газом, который совершенно из других мест, не из газпромовских. Туда придет и дальше по этой трубе газ пойдет вглубь страны, вглубь Пакистана. Причем здесь спасение газпромовского экспорта никакой Новак и никакой Путин вам не объяснят. Потому что, ну, идет жуткая туфта. Да, вот мы тут построим трубу в Китай. И Путин даже объявил, мы с Китаем обо всем договорились, даже по ценам вот этого газа, который пойдет по этой новой трубе. Ну, во-первых, чтобы такая труба была мощностью, чтобы заменить европейский экспорт российского газа, нужно как минимум 10-15 лет ее строить. Вот самый грубый такой вот прикид, как говорит об этом. Понятно. И во-вторых, а Китай-то ведь не соглашался пока на импорт российского газа за пределами тех контрактов, что уже подписывают. В общем, используют некомпетентность людей в этом действительно на таком экспертном вопросе для того, чтобы складывалось абсолютно ложное впечатление о том, что Россия абсолютно независимое государство энергетически, о том, что все от нее больше зависят. Ну, спасибо, что вы разоблачаете эти мифы, очень важно их знать. И спасибо вам за то, что простым языком можете с этой задачей справиться. Михаил Иванович Крутихин, экономический аналитик и специалист по нефтегазовому рынку, был на канале Freedom.